Каждому человеку Но люди зачем-то разложили свою жизнь по годам, словно по полочкам Родился, пошел в детский сад, затем в школу, на седу За 25 лет надо создать семью В 30 сделать карьеру и родить детей Лучше двоих, ну, чтоб все как у всех Откуда эта расхожая фраза «все как у людей»? У каких людей? Мы же все разные Меня зовут Анна Ноли И это моя история, которая началась вполне обычно А вот дальше, произошли события Впрочем, смотрите сами Да, пап? Надеюсь, ты позвонил поздравить меня с днем рождения? А, снова забыл Ну да, у тебя аж плохая память на дату Нет, пап Гости сегодня ко мне не надо Да, я справляюсь с друзьями, с кем-то еще Ну, пап, все Ко мне гости пришли Давай пока созвонимся Привет, дорогая Привет Рада видеть Сколько лет, сколько зим Ты такая же красивая Да С днем рождения тебя Спасибо Проходи Девчонки Поздравляю Спасибо Очень, очень миленькое платье Спасибо Привет Привет Спасибо Желтая? Ты говорила, что вообще не любишься Не помню А вот и торт О, низкокалорийный Правильно, после 30 метаболизм замедляется Ну, мне вообще-то не грозит Да, ты тебе сейчас как-то А потом как разнесет А родишь, так вообще в форму не придешь Вер, ты о чем? Я вообще-то не беременна Очень зря Могла бы уже давно залететь от своего Кирилла И быть замужней женщиной с ребеночком Брак по залету Нет, не ко мне Детей должны двое хотеть А Кирилл пока такого желания не проявлял Девочки, девочки Я недавно одну диету вычитала Все голливудские звезды на ней сидят Нужно замораживать кусочки льда И потом по кусочкам грызть, сосать Сосать? Целый день? Жесть Да Лер, а ты вот правильно рецепт запомнила? Да Я с понедельника сама на нее сажусь А я пока воздержусь Хотя нет Замару ждет Вдруг завтра проснусь Организм поймет, что уже не 18 Метаболизм замедлится И бац Плюс 10 килограммов Так, у меня свечки, свечки, свечки Вот они С днем рожденья тебя С днем рожденья тебя С днем рожденья 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 Развестись, а вы? О чем думаете? Давай лучше выпьем. Понятно. Ну давайте. Выпьем. За тебя. Спасибо. С днем рождения. Давайте. Доброе утро. Спасибо. Ань, я не хотел вчера говорить, ну, чтобы не испортить день рождения. Ты очень красивая женщина. Замечательная. Умная. Но мне нужна семья. Ты о чем? Дети. Здоровые дети. Тебе 35. И статистика не в твою пользу. Я встретил девушку. И ей 26. Я ухожу. Что? То есть у тебя есть другая. И ты говоришь мне об этом сейчас, да? Не хотел портить день рождения. А сейчас ничего не испортил? Давай без истерик. Истерики? Ты о чем? Я абсолютно спокойна. Ты меня старой назвал. А ничего, что я на пять лет моложе тебя? Ну, я же мужчина. Ты мужчина. А вот ночью секс, это прощальный, да, такой подарок был? Кстати, секс был не очень. Как всегда. Пока. Удачи. Какой идиот придумал кофе в постель. С утра хочется зубы почистить. И в туалет. Так, выдохнула. Успокоилась. Восемь из десяти браков заканчивается развод. Развод – дело финансово невыгодное. Уж мне так как юристу это знать. Каждый третий ребенок растет без отца. И зачем мне замужество? Карьера дает перспективы и независимость. Так, быстро. Душ, макияж и на работу. Здравствуйте, Анна Сергеевна. Здравствуйте. Ой, я песочек с вас уже сыпется. Ой, спасибо, дорогой. Мне уже сегодня сообщили, что я старая перечница. Ой, да ладно. Ага, спасибо. Так, ребят, идет. Приготовим. С днем рождения! С днем рождения! Ура! Спасибо, спасибо. Очень приятно. Анна Сергеевна, когда будем повышение отмечать? Ну, как только об этом объявят официально. А пока торт с чаем. Да дело вроде решенное. Ну, месяц назад уже Андрей Юрьевича про замы говорил. Ну, кому как, не вам. Сидоров в компанию конкурентов ушел, а у вас больше всех клиентов. Ну, да, но не будем торопиться. Угощайтесь. Надеюсь, торт вкусный. Анна Сергеевна, это вам. Андрей Юрьевич, спасибо. Юрьевич, ну давай уже ближе к делу. Мы сегодня будем отмечать повышение Анны Сергеевны. А, ну, я хотел об этом сообщить завтра, но раз коллектив настаивает. Что ж, представляю вам своего заместителя Елена Петренко. Всем привет. Вот так сюрприз. Да уж. Вы немножко удивлены. Елена недавно работает в нашей компании. Но она еще очень молода, но и очень перспективна. Нам вообще нужна новая кровь. Да нет, Андрей, это не нам новая кровь нужна. Это тебе нужно новое тело. Молодое, красивое. Давайте есть торт. А? Молодое, красивое. Парнинаж. Можно? Конечно же, Анна Сергеевна. Всегда рад вас видеть. Присаживайтесь. Андрей Юрьевич. Я три года не была в отпуске. Думаю, пару недель вы справитесь без меня. К тому же у вас теперь есть правая рука. А я улетаю. Сегодня. Аня, ты не можешь меня так бросить. Елена абсолютно не в курсе. Я еще многому нужно научиться. Андрюша, я десять лет пахала на тебя. Я вытаскиваю твою компанию из таких передряг. А ты? Ты ставишь своим замку-то вертихвостку. Вчерашнюю студентку. Да ей даже нельзя документы доверить в суд отнести. А знаешь, что? Я передумала брать в тебя отпуск. Я уволю. И попробую только не подписать за него. Юрист я очень хороший. И ты это прекрасно знаешь. Ты еще Яндекс.Дзен свой напиши о плохом начальнике. И напишу. У меня очень популярный канал. Почти десять тысяч подписчиков. Угу. Слушай, тут казус такой произошел. Купальник повесил, а он улетел. Глянь, не к тебе ли? Проходите. У тебя номер побольше будет. Уютненько так. Хорошо. Этот. Ой, да, мой. Неудобно получилось. Спасибо. А ничего, что сейчас три часа дня? Так это же для блеска в глазах. Галина. Анна. А то, что вы у меня в номере пьете, это тоже нормально? А что ты мне выкаешь? Тебе сколько лет будет? Тридцать пять. Тю, там и ровесницы. Падай, прекращай мне выкатить. Замужем? По глазам вижу, что не замужем. Ой, я тоже со своим развелась. Кобель, представляешь? Ни одной юбки не пропускал. Ты что, хмурая такая? На, расслабься. На отдых же приехала. Ну, давай. За нас красивых. За их рогатых. А мне, моя, представляешь, с лучшей подругой из меня. Такая же тощая вобла была, как ты. Ножки бы ей выдрать, спички вставить, доходить заставить. Слушай, ну хоть что-нибудь про себя расскажи. Да ничем не рассказывай. Тридцать пять лет, работаю юристом. Правда, вчера уволилась. В Питер вернусь, буду работу искать. Не замужем, детей нет. Да и друзей-то толком нет. Так по привычке встречаемся, поздравляем друг друга с праздником. Родители живы. Слава Богу, здоровы. Слава Богу. Ну, им уже давно нет дела до меня. У мамы своя семья. Сводный брат в этом году школу заканчивает. Папа, ну, он всегда себе кого-то находит. В этом году даже забыли меня с днем рождения поздравить. Мне кажется, если я им сама перестану звонить и приезжать, я не вообще забуду, что у них есть дочь. Слушай, ну, а хахаль хоть есть? Это что, для здоровья надо? Был. Ну, шел к молоденьке. Никто не хочет жениться на женщине средних лет. Да и рожать мне уже поздновато. Ну, а что, даже если кого-то встречу сейчас, рожу, ребенок в школу пойдет, мне за 40 будет. В институт я на пенсии. Да и что я могу однодать ребенку? Слушай, ну, до пенсии нам еще далеко. Чуть-то рановато нас с борта скидываешь. Мы еще ого-го. Ну, принцы нам, конечно, не светят, но вот коней их оседлает. Он, смотри, какой высокрасавчик. Ты давай, подруга, не грусти, а я пойду свою личную жизнь устраивать. Просыпаемся, просыпаемся. Так-так-так-так, да-да-да. Здравствуйте, здравствуйте, русалочка. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Лежим-лежим-лежим-лежим. Лежим, не встаем. Голова не кружится? Нет. Не болит? Замечательно. Секундочку. Ну-ка, глазки сюда. Прекрасно, сюда. Замечательно. Поморгали. Еще поморгали, поморгали. Угу. Замечательно. Ну что, русалочка, почему мы прыгаем? Не положено месте. Я? Вы. Где я? В больнице. Надо бы нам анкету заполнить. Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Я не знаю. Что значит, не знаю в смысле совсем? Я не знаю, кто я. Я совсем не знаю. М-да. Это моя одежда? Нет, от благотворительного фонда. Вас, простите, в одном купальнике привезли. М-да. Ну, долго держать мы тебя здесь не сможем. Максимум три дня. Надо с этим что-то делать. М-да. Анечка, это психолог, который я привез, он еще здесь? Да, он там ждет. Позовите его. Странный он какой-то. Позовите его. Ну, это не наш случай. Оставьте нас наедине. Ради Бога. Она ваша. Здравствуй. Здравствуйте. Меня Сергей Павлович зовут, а тебя? Я не знаю, как меня зовут. Я ничего не знаю о себе. Мне сказали, у тебя потеря памяти. Ты ударилась головой о камень. Я вытащил тебя и привез сюда. Спасибо. Не волнуйся, в полицию ориентировку уже отдали. Тебе не более 25 лет. Это определили по состоянию тела. Зубы все свои, кожа упругая. Седины нет. Нерожавшие. Да, гинеколог тебя тоже осмотрел. Родственники или жених тебя наверняка уже ищут. А если у меня нет родственников, может, я сирота? Кто-то наверняка есть. Несколько дней ты побудешь здесь, в больнице, а потом тебя отправят в центр реабилитации для таких же, как ты, потерявших память. Если, конечно, память к тебе не вернется. Она вернется. Посмотрим. Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Как самочувствие? Нормально. Я вот фруктов принес. Совсем ничего не ест. Я не люблю кашу. Почему не помню? Ну, это уже прогресс. У тебя остались вкусовые пристрастия. Надо проверить, сохранились ли профессиональные навыки. И как? В моей практике была история. Один художник, к нему два года не возвращалась память. И вдруг он стал рисовать. И нарисовал свою жизнь. Очень интересно. Давай попробуем. Вот тебе лист бумаги и... Ручка. Нарисуй что-нибудь. Попробуй. А что конкретно нужно нарисовать? Все, что придет в голову. Не знаю. Ты о чем-то говоришь? Да, безусловно. Ты точно не художник. Петр Иванович, дорогой. Я очень прошу тебе мне помочь. Да, да, да. Ну, я же знаю, во что ввязываюсь. Нет, нет, нет. Ты в любом случае будешь ни при чем. Ну, ты же знаешь, если к человеку память не вернулась первые три дня, то это уже надолго. Просто прошу тебя мне помочь. Да, да, да. Буду по гроб жизни тебе обязан. Меня сейчас увозят. Да, я знаю. И у меня к тебе необычное предложение. Я спас тебе жизнь и несу за тебя ответственность. Предлагаю поехать со мной в Москву. Я психолог. И в моей практике были люди похожим диагнозом. И некоторым из них я помог вернуться к жизни. Мне нет денег оплатить ваши услуги. Все расходы я беру на себя. Когда к тебе вернется память, ты сможешь частично или полностью оплатить мои услуги. Я правда хочу тебе помочь. У меня даже нет документов. Я не могу никуда поехать. Я не знаю, говорил ли я тебе, но я не обычный психолог. Иногда я оказываю услуги сотрудникам специальных служб. И они оказывают некоторое содействие в моих делах. Мы сделаем тебе новый документ. Разве так можно? И я вас совсем не знаю. Смею заметить, ты вообще никого не знаешь. А со мной ты знакома несколько дней. Решай. Либо ты едешь в другую больницу, либо мы едем в Москву. Вам пора. Машина приехала. Анна. Какое прекрасное имя. Дайте нам еще минуту. Вот твой новый паспорт. Анна? Так же, как звали медсестру. Хорошее имя. Тебе не нравится? Не знаю. Отчество я дал тебе свое, Сергеевна. А фамилия Новикова. Вроде как новую жизнь начинаешь. День рождения хотел поставить 2 августа. В тот день, который я спас тебя. Но потом подумал, чтобы не было негативных воспоминаний. Лучше цифра 1, чем 2. Так что все сначала, все заново. А вот и наша машина. Леша, в аэропорт. Хорошо, Сергей Павлович. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот. Не стесняйся. Проходи. Вот здесь ты будешь жить. А ты где? У меня есть другая квартира. Мне там удобнее работать. Ты располагайся. Я сейчас в магазин что-нибудь поесть куплю. А, это моя ранняя работа. Сейчас я бы уже так не написал. Так судьбы нет? Ну, как тебе сказать? Вроде бы есть. А вроде бы мы сами делаем выбор. Я писал эту книгу, основываясь на теории характера. Понимаешь, каждый человек рождается с определенным характером. Есть люди целеустремленные, бунтари, а есть вечные нытики и ябеды. И не важно, сколько им лет. Натура человека не меняется. Помой огурцы для салата. Хорошо. Вот ты говорила про образование. Но если говорить о таланте, то это дар данной свыше. Нельзя научить человека писать гениальные стихи, музыку. Нельзя научить делать великие научные открытия. Эта сила, движущая сила, исходящая изнутри. Можно научить человека нотной грамоте. Но для того, чтобы писать музыку, как Моцарт, нужно родиться Моцартом. Среди моих клиентов много известных людей. Я тесно работаю с органами. И могу определить, на что способен человек с детских лет. Я это уже поняла. Делал мне липовый паспорт. Я себя какой-то шпионкой ощущаю. Паспорт не главное в жизни человека. Это всего лишь данные о том, когда и где родился человек. И где он проживает сейчас. Нельзя определить по паспортным данным человека. И уж тем более он не влияет на судьбу. Так судьба все-таки есть? В определенной степени, да. Мы все рождаемся уже готовыми людьми. С определенной внешностью, характером, талантом. Но не все идут по своему пути. Иногда поддаются влиянию других людей и совершают ужасные ошибки. Ты такой умный. Даже не верится, что ты совершал ошибки. Расскажи. Кушай салат. Витамины полезны. У всех есть свои ошибки. Когда мне было 20 лет, я встретил удивительную девушку. Необыкновенная красота. Чем-то на тебя похожа. Это была любовь с первого взгляда. Взаимная любовь. Она забеременела, и мы решили пожениться. И тогда я узнал, что она старше меня на 10 лет. Да, я любил ее, но послушал близких и чужих людей и разорвал с ней отношения. Она уехала в другой город и навсегда исчезла из моей жизни. Так у тебя есть ребенок? У меня нет ребенка. Я же от него отказался. И любви нет. Я от нее тоже отказался. Тогда, в 20 лет, мне казалось, что все еще будет, все еще впереди. А в 45 я понял, что судьба не всем дает второй шанс. я мог быть счастливым, но сам решил остаться одиноким. Ну, мы заболтались. Я к себе, а ты подумай. Завтра мы должны найти тебе работу. Подумай, чем ты хочешь заниматься. Как сказал Дарвин, не работающий человек, это просто макака. по-моему, он сказал, что труд из обезьяны сделал человека. Не спорь со мной. И да, вот деньги, купи себе что-нибудь из одежды и сходи в салон красоты, ну, ты сама знаешь, лучше меняй эти женские штучки и подумай, чем бы ты хотела заниматься. Хорошо. Странно. О себе ничего не помнит, а Дарвину помнит. Интересно. Ну что ж, посмотрим, как новый вид деятельности повлияет на личность. Извините, вы можете мне помочь? Да. Да я вот хочу дочери на 18-летие гардероба обновить, а у вас фигура похожая, она тоже высокая и стройная, худенькая. Можете примерить пару вещей, но если вам, конечно, это не сложно. Хорошо. Я сама выбираю, пока не могу определиться. Ой, вы знаете, здесь такой выбор, что у меня тоже глаза разбегаются. А главное, настоящие бренды и скидки 85%. Мне моя коллега посоветовала сюда прийти. Ну, примерьте, пожалуйста. Хорошо. Пойдемте в примерочную. Вы прямо как модель. Прекрасно. Померьте еще вот это. Померьте еще вот это. Как прекрасная юность. Примерьте, пожалуйста, еще вот это. Она у меня блондинка, хочется чего-нибудь светленького. Ну, а цены такие, что хочется все сразу взять. вам очень идет. Ну, тогда я на себе тоже такое возьму. Прекрасно. Ну, что, ты определилась, кем ты хочешь стать? Ну, не знаю. Ой, я вчера была в этом магазине, платье купила. фамилия. Фамилия, бренды, свободный отец. Наверное, интересно работать в рекламе. Реклама – хороший вид деятельности, прибыльный. Тут один товарищ логотип московского метро перерисовал и заработал миллионы. Павлович, я буду сочинять рекламные ролики. Давай, я помогу тебе составить резюм. Немного преувеличим твой опыт. И, да, у меня к тебе просьба. Никому не рассказывай о своей истории с потерей памяти. Люди этого не поймут. А если спросят? Уходи от ответа. Скажи, что не любишь вспоминать о прошлом. Решила уехать из Питера и начать новую жизнь. Я тебе паспорт и место рождения в Санкт-Петербург поставил. Женщине должна быть загадка. Ну что? Я всех поздравляю. Заказчик хочет, чтобы мы занялись брендингом. Придумали название жилому комплексу и так далее. А это значит все, мушкетеры собрались. Так, штурмуем. Штурм, штурм, штурм. Какие идеи? Ну что? Может быть, пойти от местоположения? Мини-полис находится в Апалихе. Это 13 километров от МКАД. Из преимуществ экологичное строительство, среднеэтажность, уникальная современная архитектура, двор без машин, школы, детские с отрядом. Все, что нужно для семейной жизни. Это хороший тезис. Запиши, запиши. Все, что нужно для семейной жизни. Дальше, дальше. Так, что еще? Простите, я на собеседовании. А, здрасте. Это самая Александра Игоревна задерживается, но она скоро будет, так что вы и так потусуйтесь где-нибудь. Так, для семейной жизни, что еще? Вообще, это хорошо, это хорошо. Для семейной жизни, семья, семья. В проекте много природы. Это территория бывшего советского дома отдыха Серебрянка. Так что у нас априори экологичный район. Семья, экология, что еще? Ну, может, мы так и назовем? Семейный или уютный. Нет, ну, это банально. Заказчик хочет связь с местом, позитивные эмоции. Угу. Чтоб душа запела. Когда человек счастлив, он поет. Ну, а тут что? Вышел, природа вокруг, так и петь хочется. Я уже даже рекламный ролик вижу. Дети, их родители берутся за руки и идут в школу, в магазин, на работу и все поют. Ну, все, хватит, хватит. Ладно, дальше пошутили, ну. А вы слышали, как поет Серебрица? Это такая маленькая птица с очень звонким голосом. Она селится только там, где дружелюбная атмосфера, много пространства и солнечного света. Серебрица? Что, правда, такая птица есть? Не помню. Возможно, это просто легенда. Есть такая птица. Такая птица есть, а даже если ее нет, она будет. Будет специально для нашего проекта. Серебрица. Символ благополучия и счастливой семейной жизни. А? Плюс память места сохраним серебрянку, забытую серебрянку. Прилетела Серебрица и вдохнула новую жизнь в этот и без того райский уголок. Да, в этом что-то есть. Звучит красиво и по описанию нам подходит. А мне, кстати, тоже нравится. Слушайте, спасибо за идею. Оригинально, а? Согласен. Основаясь на этой легенде, можно придумать неплохую рекламную кампанию. Что она там приносит? Удачу? Счастье и гармония. Счастье и гармония на том и пришим мушкетеры. Простите, а вы кто? Аня Новикова. Хочу вас работать. Считайте, что уже работаете. А когда мне приступать к работе? Да уже и приступать. Присаживайтесь. Ну-ка, дай срочек. Считайте, что вы приняты. Я Костя, ваш начальник, с коллективом познакомитесь, а главному начальнику я уж вас представлю, отрекомендую в лучшем свете. А что мне делать? Улыбайтесь и наслаждайтесь жизнью. Ну и давайте крутите, крутите, развивайте вашу концепцию, раз уж вы такой специалист по птицам счастья. Вызывали? Вызывали. А с каких это пор ты взял на себя обязанность нанимать сотрудников? Пока еще я здесь генеральный директор и учредитель. Она прелесть. То, что она прелесть, это ее единственное достоинство, да? Представь. Она действительно предложила крутую идею. Я уверен, заказчику понравится. Давай так. Если заказчик эту идею утвердит и на счету в компании появятся деньги, тогда мы и наймем твою прелестницу. А пока на испытательный срок. Вам плохо? Нет, проходите. Все нормально. Давайте я все-таки помогу. Вы на ком этаже живете? На четвертом. Вот так мы соседки. Меня Аня зовут. Очень приятно. Меня Лидия Семеновна. Можно просто Лида? Пойдемте. Привет. Ну? Что? Ничего. Рожать потом. Ты что, с ума сошла? На старости лет бабкой уже стала. Я сама в этом виновата. Одна. Кто знал, что ты забеременеешь? Стыдно людям в глаза смотреть. А ты не смотри. Ты эгоистка. Ты о ребенке подумала? Каково ему будет на детской площадке, в школе, все засмеют. Я работаю. А я на пенсии. И хочу спокойно встретить старость. Без твоих сюрпризов. Какой ребенок в моем возрасте? Бессонные ночи, пеленки. Мне это надо? А тебе и соленое это не надо было. Я работал. Семью обеспечивал. Я тоже работала. Ну что ты заладила все? Работала, работаю. ты посмотри на себя. Ну какая из тебя мать? Нормальная мать. Я Алену сама подняла. И второго ребенка я сама подниму. А меня ты спросила? Сама заварила кашу? Сама и расхлебывай. Мне ребенок не нужен. У меня уже есть и дочь, и внук. и внук. У нас не внук. У внук. Внук. Можно? Хотите конфетку? Очень вкусная. Спасибо. Пойдемте ко мне пить чай. У меня еще печенье есть. Пойдемте. Сама не знаю, как это произошло. После Аленки очень долго пытались зачать второго. Ничего не получалось. Потом дочь замуж выдали. Внук родился. Я думала сейчас, что у меня климакс. А оказалась беременной. Осуждаешь меня? Дед, ты чего? Держи ко мне пить. Сама не знаю, почему я тебе все это рассказывала. Зачем тебе мои проблемы? Я их вываливаю на твою голову. Просто хочется поговорить. Иногда с чужими людьми разговаривать легче, чем с родными. Это правда. Плачу. Спасибо тебе за чай. Спасибо за гость. Можно я еще к тебе сюда? Конечно, приходи. Может, Сергей Павлович будет? Он очень хороший человек. Спасибо. Спасибо. Пойду. Да, Сергей Павлович, все хорошо. Я сейчас с коллегами на обеду. Давай я тебе попозже позвоню? Пока. Классный у вас коллектив, какие все дружные. Не у вас, а у нас. Это заслуга Костика. Умеет он создать атмосферу, сделать всех частью общего дела. Почему он всех мушкетера обязалил? Ну, это же его любимая книга. Он еще любит иногда в сердцах поорать. Тысяча чертей, на канале. И он даже на аватарке ВКонтакте, знаешь, такой, в костюме мушкетера в шляпе. Ну, фотомонтаж. Кстати, а ты ВКонтакте-то есть? Так. Сейчас. Десять тысяч Анновиковых. Кто из них-то? У меня нет в соцсетях. Ого. Как нет? Слушай, да тебе срочно надо завести страничку ВКонтакте. У моей бабушки и то есть, а ей уже скоро 70. Будьте добры, пожалуйста, еще одну чашечку эспрессо. О, какие люди в Голливуде. Здравствуйте, Александра Игоревна. Здравствуйте, Александра Игоревна. Привет. Не узнаю от тебя. Расцвела. Расцвела. А в школе, ух, какие щеки были. Спасибо, Оля, ты тоже хорошо выглядишь. Ну, да уж мне до тебя. Мне по салону ходить времени нет. Семья, заботы, двое детей как-никак. У тебя как на личном фронте? Прекрасно. Детей нет, мужа нет. Бизнес свой есть. И да, времени на салон у меня хватает. Ну так нельзя, Сашенька, нельзя. Часики-то тикают. Скажи, пожалуйста, а мои часики так громко тикают, что тебе спать не дают? Женщина не может быть одна. Нужны семья и дети. Не понимаю, как моя неудавшаяся личная жизнь влияет на твою? Что муж меньше удовлетворяет, зарплату на работе задерживает. Прямо так и говорю. Пока твоя одноклассница Саша замуж не выйдет, детей не нарожает, а клад не повышать, детям аттестаты не выдавать, да? Я тебе по-дружески беспокоюсь. Все-таки в школе лучшими подругами были. Ну скажи, а что, больше беспокоиться тебе не о ком? Муж, дети. Все, я поняла. Затронула больную тему? Ну что, а ты как? Работаешь там же? Ну не всем же быть бизнес-леди. Ты знаешь, я тоже могла бы бизнес вести. Вот кто-то детей должен рожать. Ну видишь, как хорошо. Все мы занимаемся своим делом. Может уже закажем чего-нибудь? Саш, тут такое дело. В общем, мы ипотеку взяли. А мужа с работы уволили. Дай денег в долг, пожалуйста. Вон оно что. А я-то думаю, что моя лучшая подруга-одноклассница не звонит, не пишет, пропала. Мы же последний раз лет 6 тому назад виделись, да? На встрече одноклассников. А тут вон оно что. А тут вон оно что. Деньги нужны. Оля, деньги очень портят дружбу. А я дружбу ценю. Значит, не дашь? Нет. Всё. Привет, привет. Мои, мам. Они-ты-душ. Деньги. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы с тобой родственные души. Меня тоже никто не ждет. Давай поужинай вместе. Неудобно как-то. Почему? Просто поужинаем. Честно говоря, надоело есть одному. И потом я твой начальник и должен про тебя все знать. Расскажешь, как из Питера в Москву попала. Поехали. Хорошо. Какое ты было в детстве? Расскажи сначала ты о себе. Хорошо. Я... Ну, я был избалованным, раскорленным ребенком. Да. Помнишь мультик про зайцев «Четыре сыночка, лапочка, дочка»? Вот у меня наоборот. Четыре сестры и я пятый. Так ты вырос в многодетной семье? Да. И сестры забросили своих кукол, нячались со мной. Кормили, поили, ну и так далее. У нас вообще... У меня семь племянниц. Ого. Да, я скоро стану двойерным дедушкой, потому что к Новому году одна из племянниц должна родить. И тоже, кстати, девочку. Теперь я понимаю, почему твоя любимая книжка в детстве была «Три мушкетера». Хотелось мужских подвигов и поступков. Ну, это да. Хотя нет, нет, нет. Костюм мушкетера у меня был еще в детском саду. Мама пошила, я помню. Шляпу, плащ. Да. Я еще в первых классах школы ходил. В нем на все праздники. Мушкетер, да. Забавно. Когда вспоминаешь детство... Ну, мы жили небогато, но... Детство было каким-то светлым, радостным. Дома всегда было шумно, весело. Толпа народа. Мама готовила еду прям тазиками. Я недавно заезжал к ним, они живут в Хабаровске, родители. И у них все точно так же. Те же кастрюли, тот же уютный сервант с хрусталем. Только как-то грустно, потому что все разъехались. Старшая сестра в Екатеринбурге, две средние в Красноярске. Младшая в Сургуте, я в Москве. А почему ты не женился? Тебе же уже сорок. Ну, это философский вопрос. Не встретил свою вторую половину. Уж, если жениться с ним всю жизнь, мои родители вместе больше половек. Папа говорил, что когда я встречу свою ту самую единственную, то сердце забьется чаще. Сейчас чувствую, что сердце забьется гораздо чаще, чем обычно. Тахикардия, наверное. Тахикардия. Все-таки возраст. Давайте пройдем еще раз по всем пунктам. Да все понятно. Работаем как обычно. Открытие очередного ресторана. Сколько мы таких уже сделали, а? Нет, я не согласна. Мне кажется, надо привлечь звезд. Ну, каких-нибудь, с кем мы дружим. У клиентов ограничен бюджет. А может быть, мы их не деньгами, а чем-то другим привлечем. Ага. Колбасой. Стой, 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 стой. Это было красиво. Девочка. Есть. А, вот что ты имеешь в виду, пожалуйста. Что, как дети малые? Ой, дети, дети. Нет? Так. Так! Держи. Спасибо. 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 Слушайте, мушкетёры. По-моему, мы зашли в тупик. Значит так, по домам. Будет новый день, будут, как говорится, новые идеи. Кто за, иди обратно. Да. Идёт, идёт, идёт. С днём рождения! С днём рождения! С днём рождения! Где радость? Сегодня же 30 августа, я первая родилась. А она не знала. Мы празднуем нерождение сотрудников в последний день месяца. В этом месяце родилась только ты. Так что поздравляем тебя с сольной, как говорится, вечеринкой. Ещё раз. С днём рождения! Илья! У-ху! Спасибо. А почему свечка одна? Мне же 25. Слушай, ну не наглее, а? Деньги все ушли на торт. Свечку опять же. Вот шарики и шампанское. Но самое главное, барабанная дробь. Заказчик утвердил твою идею. Миллионный контракт подписан. Получи свой гонорар. Ура! У-ху! У-ху! Задавай. У-ху! Так, это тоже тебе. Ай, спасибо. Слушай, сколько у тебя много денег. Так, Анют, может быть ты нас всех в клуб слозишь, а? А? Поехали. Ееееееее! В выходной? Поехали. Да ладно, гуляй! Да ладно, целуйте уже! Спасибо. Можно, да? Слушай? Да ладно, целуйте уже! Аня! Аня! Садись! Привет! Спасибо, что заехал! Как дела? Слушай, так классно! Представляешь, мне вчера сотрудники устроили день рождения и мы в клуб ездили. Угу. Аня, у тебя, по-моему, очередной провал в памяти. Ты мне звонила вчера из клуба. О, точно! И, по-моему, немного под шофе. Да. Слушай, у меня есть интересная мысль. Давай проверим, умеешь ли ты водить машину. Я? После потери осознанной памяти чаще всего у человека остается физическая память. Давай попробуем. Сядешь за руль? Давай! Ух ты! Так. Ну? Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ух ты! Я еду! Давай, давай, осторожней, осторожней. Ура! Я еду! Хорошо. Осторожней, осторожней, поворачивай. Хорошо. О, ты! У-у-у! А-а-а-а! А-а-а! Молодец! А-а-а-а! Тормози! А-а-а-ой! А-а-а-а! Знаешь, я был уверен, что ты умеешь увидеть машину. Да! А-а-а-а! Я тебя уже сделал. Да ну! Угу. Спасибо! С днем рождения! Спасибо! Двигаемся, девочки. Больше энергии. Так, слушайте, подождите. Подожди, Даша. Девчонки, давайте, давайте что-нибудь по очереди. Вы вдвоем отойдите пока, а вы останетесь. А-а-а! Маш! Алло! Алло! А-а-а! Расслабленнее, да? Дайте эмоции, дайте. Попробуй еще перевернуться. Так, ну допустим. А-а-а-а! У тебя у нас есть какие-нибудь другие модели? Ну они такие же деревянные. А-а-а! Чего и сердцем завтра заказчик всем нам задницу надерет? Да не надерет. Можно показать хоть какой-нибудь вариант. Пока он будет его рассматривать и думать, что его там не устраивает, мы найдем решение. Какое тут может быть решение? Ну почему они не улыбаются? Так. Моделей вообще никогда не улыбаются. Ты видела модельные показы? Как они ходят по подиуму? Ну это же реклама. Она должна вызывать эмоции. Мы используем красивую девушку. Это правильно. Красивые женские лица нравятся и мужчинам, и женщинам, и детям. Но настроение же тоже важно. Вот каждый, кто купил матрас Аскона, должен сделать его частью своего дома. Маша. Да, Лена. Отойдите, отдохните, пожалуйста. Аня, снимай. На нем удобно сидеть. И лежать. Что мы знаем об Асконе? Аскона – это лидер. Это лучшие матрасы в России. Ух ты! Приятно спать на лидерском матрасе. А вот Анатарова, мне тоже кажется, что главное – эмоции. Классно. Так, так, так. Ну кляк, кляк, кляк. Ну, так. Ну, выкрутись, кляк на спину, в конце концов. Вот. Ну-о-о, эти коленки! Лада, перестань. Покажи нам Амаза. Ух ты! Ух ты! Да, 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 да. То, что надо, по-моему. А чего вы смеетесь? Мы? Кто смеется? Все отлично. Мы самые серьезные ребята на районе. Дадим эмоции! Давно мечтала полежать на таком матрасе. У тебя было? Отличный кадр. Вот это снято. Вот это снято. Все молодцы. А Аня больше всех. Умница. Все, спасибо, спасибо. Что-то я не поняла. Так. О! С днем рождения! Что? Извини, я посмотрел твой план. А что такого? Давай делай счастливое лицо и разворачивай подарок. Нравится? Очень. Всегда о такой мечтал. На самом деле, я 20 лет не отмечал свой день рождения. Пора начинать. А что, у нас не будет праздничного ужина? А пойдем погуляем. Отлично. С тебя торт или хотя бы пироженка. Вот, заказал на свой вкус. Присаживайся. С днем рождения. Спасибо. Давно я девушку в кафе не приглашал. Это я тебя вытащила из дома. Сидел бы сейчас один и скучал. Один-один. Знаешь, жизнь – удивительная штука. Трудно быть счастливым в одиночку. Всегда кто-то нужен рядом. А ты знаешь, что пирожные – это детеныши торта. Так Костя сказал. Костя – это твой начальник? Ну да. Ну только он такой начальник совсем не начальник. Он вообще команда. И он нас всех мушкетерами зовет. А себя он, конечно, называет Д'Артаньян. Да. Вы знаете, с точки зрения специалиста, он либо в детстве не наигрался, либо игрой прикрывает какие-то свои комплексы. Нет у него никаких комплексов. Костя – класс. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. По-моему, он тебе нравится. Мне все нравятся. И я всем нравлюсь. Кроме Александры. Мне кажется, она меня не любит. Типичная женская зависть. Нет. Александр не такая. Она никому не завидована. Просто она хочет, чтобы все работали на результат. Расскажи мне еще про Костю. Какой он? Ну, он симпатичный. Добрый. Веселый. Хорошее качество, чтобы нравиться девушке. Ты о чем? Да. Так, о свое. Кушай пирожные. Детеныш и Тор. Мне 36 лет. Мы с тобой уже два года встречаемся и четыре месяца живем вместе. Угу. Так дальше продолжаться не может. Что опять случилось? Да помою я за собой раковину. Да я сама помою, как всегда. И завтрак приготовлю, и ужин. И мусор вынесу перед работой. Ну, как хочешь. Да ты знаешь, чего я хочу. И чего? Чтобы я мусор вынес? Ну, хорошо. Да какой мусор? Я замуж хочу. А, это? Ну, хочешь, давай поженимся. Ну, мне все равно. Да, мне все равно. Я говорю, мне все равно. Хочешь, пожалуйста, успей. Когда? Когда? Когда хочешь, у нее все равно. Когда? Когда хочешь, у нее все равно. И делать вид, что меня не узнает. Главное. Я говорю, привет. Она такая, да? Мы встречались. Такая, знаешь. И вот это, это, это. Что? Всем привет. Привет. Доброе утро. Хочу вам сообщить счастливую новость. Давай. Я выхожу зам. Поздравляем. Поздравляем. То есть, Валерка так и сделала тебе предложение. Да. Это так романтично. Так, ты уже беременна? Ладно, я все шучу. Поздравляю. Спасибо. А ты его любишь? Какая любовь в моем возрасте? Внешне 16. То есть, ты выходишь замуж без любви? С его стороны, я так понимаю, особенных чувств тоже нет? Александра Игоревна, я реально себя оцениваю. Мужчины у меня в ногах не валяются. Ну, внешность тут ни при чем. Просто тебе 36 уже. И ты думаешь, что это твой последний шанс. Не так ли? Да. Это мой последний шанс. А что здесь такого? Я имею право быть счастливой? Конечно, имеешь. Но будешь ли ты счастлива с нелюбимым? Нет, ну стерва же. Конечно. Надюха, ты не переживай. Главное, мы за тебя рады. Точно. Давай, рассказывай. Когда свадьба? Где? Как будем праздновать? И главное, будут ли холостые шансы? Хватит. Какие холостые шансы? Ты мало, что ли? Будут. Валера обещал пригласить всех своих неженатых друзей и коллег. Я вообще хочу, чтобы моя свадьба была как в американском кино. И чтобы все подружки невесты были в одинаковых розовых платьях. И мы с Костиком в одинаковых рубашках и розовых бабочках. Чего? Каких розовых? Я не понял. Надя замуж выходит. На. Кто бы сомневался. А с другой стороны, в нашем агентстве работают самые лучшие невесты в столице. Ура, товарищи! Ой, девочки, я же сантиметр с собой взяла, чтобы вас измерить для платьев. Кстати, ткань я уже купила. Слушайте, можно я без платья? Ну, в смысле, не то, что я прям голый, но как бы просто без платья. Да. В брючках пойду. А мне, пожалуйста, бальное в пол. В пол? Хорошо. Впрочем, нет, да. Мне такую юбочку ниже колена, тебе бальное в пол. Слушай, что мы стоим? Я пошел, честно говоря, за шампанским. Да, Сергей Павлович? Нормально. Коллега Надя замуж выходит. Это та, которая выходит замуж, потому что ей уже 36. Да. И что тебя смущает? Люди любят играть в семью, друзей, в любовь. Многие даже играют в счастье. Придумывают, что они счастливы и пытаются убедить в этом других. Принято иметь семью, друзей. И когда они встречают настоящего, создают искусственное. Но не все же играют. Не все. Теперь ровно. Слушай, все-таки хорошо, что мы этот костюм купили. Он тебе очень идеальный. Ну да, нормально. Я пойду выпью с гостями. Подожди. Сфотографируемся. Ну все, хватит. Я пошел. Давайте с невестой сфотографируемся. Давайте. А в девочке давайте. Вот отлично. Ножку вперед. И приобнимаем невесту. Супер. И порадуемся. Да, классно. Все, супер. Молодцы. Спасибо, девочки. Давайте еще одну невесту сфотографируйте. Сфотографируйте. И покружите. Ну ты головокружительная. Разрешите, пожалуйста, фото на память. Пожалуйста. Спасибо. Давай. Слушайте, вас на минуту оставить нельзя. Кто так фотографируется? Так. Мушкетеры, все сюда. Давайте, давайте, давайте. Бардак вообще. Давайте, так. Мы здесь. Подружки вокруг невесты. Так. Ты не подружка, ты подруга. Я здесь. Все, подруг стоит здесь. Одна подушка тут. Так, все. Все нормально. Поростову нормально. Все, давайте. Улыбаемся. Так, улыбаемся. И излучаем счастье. Все улыбаются, я не понял. Нет, я не улыбался. Идиот. Так. Ну что за, давайте. У нас веселье, а вы как и писали. Ты улыбаешься? Да. Как мухи дохлые. Не говори, не говори. Просто улыбаемся. Так. Смайл. Ну давайте. Опа. Поздравляю. 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 Здрасте. Здрасте. Приятно познакомиться. Поздравляю. Спасибо. А почему в ней в платье подружки невесты? Я же ее для всех сшила. Спасибо. Но я надела свое. Почему же вы не улыбаетесь? Мужчинам нравится, когда женщины улыбаются. С чего вы взяли, что я хочу вам понравиться? Поздравляю. Неужели в день моей свадьбы она не могла по-другому? Не обращай внимания на нее. Ну это же твой праздник. И ты очень-очень красивая невеста. Правда. Не гостя. Тебя всех заждают. Александра Игоревна, постойте. Зачем же вы так с Надей? Это же ее свадьба. Ну конечно ее. Но жили трудно один раз побыть как все. Не трудно, но не нужно. Не обижайся. Просто она... Ну такая... Королева. Ей нужно блистать. Знаешь, есть женщины... Ну обычные женщины. Есть такие, как Александра. Звезды. Они над всеми. Она бессердечная. Это ты зря. По секрету скажу, она оплатила половину стоимости этого праздника. Причем договорилась с хозяином, что он не скажет ничего Наде. Ну, будто он сам это сделал. Ну, скидку эту. А теперь пришла и все испортила? Ну это ты так считаешь. Она... ну ее же надо проверить. Вот она пришла, проверила ее. Все ли в порядке, да? Да. Знаешь, Александра... Возможно, самая романтичная девушка на свете. Серьезно? Да. Она верит в любовь. Почему? Угу. А Надя, не поймем, чего она ушла замуж. Слушай, может пора сбегать со свадьбы, а? С чего? Пойдем погуляем. Я знаю отличное место, где готовят шоколад. Не надо же обидеться. Ладно, возвращаемся к шампанскому и тарталеткам. Я тут с твоей соседкой Лидой познакомилась. Лидочка. Лидочка. Как у нее дела? Хорошо. Скоро станет мамой. Ты, наверное, хотела сказать бабушкой? Нет. Бабушкой она уже стала. А сейчас готовится стать мамой. Лида беременна. Да ты что? Я безумно рад за нее. Надо будет позвонить поздравить. Палыч, а тебя ничего не смущает? Лидий пошел в шестой десяток. Ее муж против. Они все время ругаются. Из-за чего ругаются? Ну, как из-за чего? То, что решила на старости лет родить. Она, конечно, не специально, но все же. Аня, тебе 25. Ты не замужем без детей. В мое время к тебе бы отнеслись точно так же, как к Лиде сейчас. В 80-е годы прошлого столетия тебя бы давно списали в тираж. Люди всегда будут говорить и осуждать. Они так устроены. Природа дала женщине ребенка. Это же счастье. Норм нет. Все люди разные. Ну, знаешь, может быть, вот конкретных норм нет, но возраст все-таки влияет. На что влияет? На внешность. Все люди выглядят по-разному. Здоровье тоже у всех разное. Кто-то рождается с пороком сердца. А у кого-то и в 80 оно работает как моторчик. Опыт мы тоже приобретаем не с годами. Опыт люди получают, переживая самые разные жизненные ситуации. И в 25 лет можно быть мудрецом. И в 45 недоношенным. Ань, пойми, возраста не существует. Его нет. Его просто нет. Возраст не является характеристикой человека. Домой. Домой с тобой идем. Да? Нагулялись. Да, мой хороший. Давай. Ты что творишь? Так можно и раньше срока родить. Давай помогу. Давай. Своя ноша не тянет. Молодым же тоже нужно отдохнуть. А ничего, что тоже скоро станешь мамой? Ничего. Ой, пойдем, милый. Пойдем. Кушать будем. Да, Сергей Павлович. Я не потерялась. Ну, я просто вся в работе. У меня все очень-очень хорошо. Уж не влюбилась ли ты часом? Почему ты так решил? Чувствую по голосу. У меня вторая линия звонит. Ты Костя директор. Ну, и что ж за 12 ночи? Давайте попозже позвоню. Или завтра. Привет. Сергей, ты пойми меня правильно. Я не пытаюсь здесь умничать или пытаться тебя переубедить, но ты сам-то. Уверен, что понимаешь, куда тебя приведет этот эксперимент. Наша личность – это наши воспоминания. Все, что происходит вокруг – наше общение с плохими людьми, с хорошими. Любовь, боль, обиды на близких. Вот что формирует нашу личность. Реагируя на окружающие, мы в первую очередь опираемся на свой жизненный опыт. Я понимаю, о чем ты говоришь. Но мой эксперимент имеет совершенно другие цели. Ты безусловно прав. Личность, воспоминания, социум, воспитание, образование – все это важно. Но есть еще ощущение себя. Когда мы молоды, мы готовы горы свернуть, идти на риск. Потому что у нас нет опыта поражения. Сергей, молодость, молодость всегда свойственна. Верия в справедливость мира. Да, но на чем основана эта вера? На том, что вся жизнь впереди, и много еще можно успеть. В молодости мы не боимся пробовать и ошибаться. А с возрастом запускается другая система. Мы осторожничаем, настраиваемся на неудачу. Нам легче что-то не сделать, чем попытаться и потом испытать горечь поражения. Посмотри на Алю. Она с легкостью вступает в новые отношения с Костей, потому что не помнит обидно мужчин. А ведь они однозначно были. Но у нее не с чем сравнить. Ее воспоминания стерты. Я с тобой полностью согласен. Ты, кстати, можешь это прописать в своей работе. И мне интересна эта тема. Непонятно вообще, как ты первый догадался до этого. Тебе повезло. Но, знаешь, есть очень тонкий этический момент. У нас живой человек. И поэтому я не могу сказать, что я полностью тебя поддерживаю и одобряю. Но все равно желаете будучи. До встречи. До встречи. Прошу вашего внимания. У нас проблемы. В журнале «Шикарная женщина» произошла смена учредителей, и они не поставили макет нашего клиента. Постойте, это там, где наша Аня? Да, там, где наша Аня. Заказчик требует возврата денег с пеней в 1% в день, согласно нашему договору. Сумма немаленькая, так что мне придется задержать во всем зарплату. Увы. Ну, круто. Нужно посмотреть, какая униформа юридической организации. Если ООО, то согласно пункту 1 статьи 87 Гражданского кодекса, новый учредитель не отвечает по обязательствам прежнего. Хотя, смотря как передавались права, продажи, акт дарения на безвозмездной основе. Надо посмотреть документы, возможно, там прописана какая-то ответственность. А старый учредь выходит на связь? Нет. Впрочем, это не важно. В любом случае он должен заплатить налог с прибыли налоговой. Мы же за макет ему деньги перечислили. Ну, вот. Акт документов работы у нас подписан с двух сторон? Да, у нас документы все в порядке. Ну, тогда просто надо готовить иск на старого учредителя, а нового успокоить. Да ему и самому не интересно, чтобы ими его журналы фигурировало в суде. Неплохо. Я по делам, вернусь вечером. Аня, дождись меня. Нужно поговорить. Хорошо. До свидания. До свидания. Слушай, а откуда ты так в законах-то шпаришь, а? Не знаю. Это само в голове всплыло. Я сегодня не выспалась. Туго соображает. Не, ну все равно это было. Спасибо. 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 Отправа. Можно? Проходи, садись. Чай или кофе? Лучше кофе. Можно чай? Давай с тобой поговорим. Ты на меня не обижайся. Но моя служба безопасности тебя пробила. Ты не училась в гуманитарном университете Санкт-Петербурга. В тот год, который ты указывала в анкете, выпустилось три Ани Новиковой. Там даже была одна твоя полная тезка. Правда, она родилась в октябре 92-го, а ты в августе 93-го. Кто ты? Я не люблю говорить о прошлом. Прекрасно понимаю, у нас у всех есть истории, о которых мы не хотим рассказывать. Но ты работаешь в моей компании, и я должна знать, с кем я ее делаю. А разве это как-то влияет на мои результаты? Только за последний месяц две моих идей утвердили. Вы сами сказали, что я вам сегодня помогла сохранить для компании крупную сумму. Не люблю темных лошадок. А вдруг тебя подослали конкуренты? Точно нет. Ну а как мне это узнать? Просто поверить. Послушай, я создала это рекламное агентство десять лет назад. Костя уже третий директор. Он хороший парень. Но я ему полностью не доверяю. Я никому не доверяю. Даже своей собственной матери. Мама. Аечка! Аечка! Надеюсь, что у тебя отношения с родителями были лучше. Мне же повезло меньше. Мама меня родила по тем временам поздно, в тридцать два. Это был ее последний шанс. От женатого. Он, кстати, на ней так и не женился. И я оказалась не нужна. Есть женщины, у которых не возникает материнский инстинкт. Дети нужны только для того, чтобы привязать мужчину. Зачем я тебе это говорю? Психологический прием. Хотите получить откровенность за откровенность? Ты была замужем? Судя по резюме, нет. Нет. Я сбежала из дома, когда мне было 17. Он был старше меня. Я его не любила. Но мать я не любила больше. Но я ему благодарна. Помогла ему получить хорошее образование и многому меня научила. Но я не из тех бизнес-леди, которым покупают бизнес. Вот это все я создала сама. А ты, наверное, подумала так же, как все, что за любой красивой бизнес-леди стоит богатый мужчина? Нет, не подумала. Удивительное дело. Почему-то все любят богатых мужиков и ненавидят успешных женщин. Мужчины видят нас конкурентов, а женщины просто завидуют. Я не завидую. Я просто иногда вас не понимаю. Считаешь меня стервой? Нет, не считаю. Бесчувственной. Хотя Костя сказал, что вы очень романтичная. Верьте в любовь. Костя обсуждал меня с тобой? Ну-ка, позови его. А с тобой мы еще вернемся к этому разговору. Привет. Ой. Что с тобой? Помоги мне. Началось. Поехали. 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 Хорошо. Я же Ну и куда тебя унесло? В роддом. Леда рожает. Я Анна, ваша соседка. Извините, конечно, не мое дело, но зачем вы тридцать лет назад женились? Чтобы сейчас ее в такой момент бросить? Это же и ваш ребенок тоже. Девочка, три шестьсот. Надо же, сама родила. Думали, кисарить будем. Девочка, три шестьсот. Девочка? Петр Иванович, дорогой, ну неужели ты не понимаешь? Человек может забыть все, но только непрофессиональные навыки. Это же физическая память. Один раз, научившись танцевать вальс, человек через двадцать лет станцует. Вон Аня. Она не может вспомнить, кто она. Но навыки юриспруденции остались. Это же начало клубка. Помнишь работу нашего коллеги? Да, да, да. Тот, который с депрессиями работает. Левицкий, Левицкий, будь он не ладен. Он же доказал, что труд или социальная значимость входит в первичные потребности человека после еды и крыши над головой. Он, жен олигархов, избавлял от депрессии с помощью трудовой деятельности, развитием специализированных навыков и последующих их реализаций. Но откуда я знаю, что делать? Моя работа еще не окончена. Да, я подал заявку на премию, но мне нужно время. Мне нужно понаблюдать. Да причем здесь деньги? Я же не Левицкий. Я хочу внести свой вклад в науку. Это, может быть, открытие, которое перевернет мир. Куда сегодня пойдем? Погуляем в парке или поужинаем где-нибудь? Ну, не пойдем. Поедем. Домой едем собирать вещи. Летим Геленджик. Ух ты. А, не знала? У нас же бартер с Кемпински. Ну, вот я как сотрудник компании. Купил путевку. 50% скидка. Ну, в общем, типа, сплатил за себя, а ты в нагрузку. Я не нагрузку. Да, конечно, ты не нагрузка. Мне кажется, ты пополнила, нет? Ты не толстая. Ты не толстая? Нет. Ну, прости. Конечно, ты не толстая. Все? Я готова. Эм… 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 Мы же гулять собрались. Ты сможешь на таком каблуке? Не каблук. Это платформа. Ага. Ну, это меня и делаю. И они очень-очень удобные. Ну, как скажешь. Знаешь, в 90-е у новых русских была поговорка. Мне нужно иметь золотую цепь в два пальца и девушку на голову выше. Вот сейчас я чувствую себя новым русским. Это как? Жизнь удалась. Пойдем гулять. ПОДКИЕ ПОДКИЕ Целую вечность ко мне идешь Здесь гораздо теплее Сумерки сжимают залившие облака И не видно издалека То, что скрыто от нас пока Звезды бесконечно парят на просторах лет Кто же их сосчитает? Падая в ладони комета оставит след Словно нить золотая Спящие кареты застыли на красный свет Ветер гонит плачки газет Город мокрый асфальт одет Мою любовь тебе не измерить Временем и вселенной Открою, Насте, все свои двери Для тебя непременно И бесконечный космос ответит нам Если верить в счастье И всем пожертвовать можно на свете Что встать не твоей участью Встать не твоей участью Хорошие у тебя шлепочки удобные Серьезно? Да Удобнее драча ему калатик? Ммм, тут не аксентиметр Хе-хе-хе-хе Давай выпьем за наш первый совместный выпуск А будет еще второй? А, я уверен, и третий, и сто двадцать пятый У нас много всего впереди, жизнь долгая за нас Мне понравилось отдыхать столько Очень-очень красиво Ира, что тебе понравилось Кемпинский прекрасен Но ты в сто миллионов раз прекраснее Ты не льстишь Нет Да Вовсе нет Да Нет Я на минуту Чувствую Давно Давно вы женаты? Мы вообще-то не женаты Но тебе лет двадцать пять Двадцать шесть А ему где-то в районе сорока Хм, ну да, примерно так Пятнадцать лет разница Это очень много У нас с мужем такая же Ну да, это тебе сейчас двадцать пять А когда исполнится тридцать пять Ты будешь в самом расцвете сил А ему ступнет полтинник Мы ему сейчас за семьдесят Все время болеет Без жены я превратилась в сиделку Вот вырвалась отдохнуть чуть-чуть Мне вообще-то неинтересна ваша жизнь А у всех у нас одинаковая жизнь Сначала замужество Потом рождение детей И быт Быт Из счастливых, веселых девчонок Мы превращаемся в уставших Измученных женщин Что случилось? Ничего Просто задумалась Давай выпью Точно все в порядке? Да, да Правда все в порядке? Ну, рассказывай, как отдохнул Хочешь, фатки покажем? Ну, давай А, да классные Да Выглядишь очень счастливой Ну, да Так, так Что-то мне не нравится твоё Ну, да Рассказывай Понимаешь Мне очень нравится Костя Вот даже не просто нравится А гораздо больше Только я не знаю Любовь ли это Я же не помню Любила ли я когда-нибудь Ну, и потом Он же старше меня На 15 лет Аня При чём здесь возраст? Ну, как? Не понимаю Почему люди Придают такое значение Дате рождения? Мы видим человека Общаемся с ним Любим его А потом готовы отказаться Из-за каких-то цифр Но почему люди так глупы? Я не глупая Я с тобой делюсь А ты Мне же не с кем Больше поговорить откровенно Никто не знает О моей потере памяти И ты запретил мне Кому-то рассказывать Ты куда? Костя в ресторан пригласил Отметить что-то хочет Да, Пётр Иванович Да, да Могу Могу Ты знаешь Мне кажется У Кости Есть очень Серьёзные намерения По отношению к Ане Да при чём здесь я? Я Похожий ей Жизнь и спорта Чё ты так смотришь? Любуюсь Ты очень-очень красивая Ты тоже Пристань Ты знаешь, я где-то читал, что Чтобы понять Ну, твой человек А не твой Нужно представить Как будут выглядеть дети И они должны быть похожи На этого Человека И внешне И характеру Я представил И мне Очень захотелось Чтобы моя дочка Была похожа на тебя А тебе? Не знаю Я вообще-то пока ещё Не думала о детях Ань Выходи за меня замуж Кость Понимаешь Даже не знаю Как слова подобрать Понимаешь Я влюбилась Тоже Влюбилась Правда Но Мне всего 25 Я ещё хочу Сделать карьеру Я Не очень пока Готова Выходить замуж И Рожать детей Понимаешь У нас с тобой Разница в возрасте Не год Не пять А Целых 15 лет А если бы разница была 5 лет Ты бы вышла за него замуж? Сергей Павлович Что здесь делать? Что тебе? Познакомьтесь Сергей Константин Если бы тебе было 35 Ты бы вышла за него? Ну ты о чём говоришь Зачем ты сюда пришёл? Выходи за него Тебе 35 Ну что за глупость? Скоро 36 Чей это паспорт? Твой Так мой О господи О господи Последить за вещами Понимаешь Я писал научную работу И доказал Что возраста не существует Достаточно было поменять Одну цифру В твоём паспорте Чтобы ты начала Ощущать себя На 10 лет Моложе Так я для тебя была Подопытным кроликом Да? Аня Возраста не существует Это Внутренние ощущения Но не цифры О, Анька, привет Привет Давненько ты у нас не была Зам что, не вышла? Нет Привет Привет, мам Есть будешь? Нет, спасибо А ты с сестрой не хочешь поздороваться? Привет Хорошо у вас Тебе отец звонил Да? Сказал, не смог до тебя дозвониться Взрослая жизнь Не до нас Наш балбес отучится Тоже заживёт самостоятельно Ну, а мы с тобой По-стариковски На даче Будем проводить время А ты знаешь Ванька-то На физмат поступил Да Учится кое-как Летнюю сессию экзайма Завалил Вот теперь осенью пересдавать Ну, они и один такой Там полгруппы нам пересдачу отправили А твои как дела? Давно тебя не было Ты что-то совсем к нам в гости Не приходишь Год Меня не было в год Ань, хотела спросить Чё, ушла, что ли? А чё приходила? Привет 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 Звонил тебе неделю назад А ты была недоступна Уезжала куда-нибудь? А ты только на прошлой неделе Обо мне вспомнил? Пап, мы же с тобой Последний раз общались На мой день рождения Почти год назад Дела Живём в одном городе Видимся раз в год Пап А зачем тебе со мной видеться? Так, для отчётности? Чтобы сказать себе, что ты отец Чая и взрослая дочь? Знаешь, пап, что я поняла За этот год Близкие люди Это не те, у которых ДНК совпадает А те, кто тебя искренне любит Спасибо, что встретился За кофе За пироженка Вот так Вот поговорили Итак, дорогие друзья А самой престижной премией По психологии Награждается Сергей Павлович Дворецкий Ваши аплодисменты Примите мои поздравления Эта научная работа Настоящий переворот В области психологии Браво, Дворецкий Браво! Благодарю за доверие Я шёл к этой работе Не один десяток лет Я стал задумываться О влиянии возраста С юных двадцати Когда совершил Самую большую ошибку В своей жизни Да Я действительно доказал Что возраст Существует у нас в головах А не в паспорте Но для этого Мне пришлось Переступить черту Нарушить закон И врачебную этику Я принёс эту жертву науке И вот теперь Я держу эту награду в руках И больше всего Мне хочется вернуть Время назад Когда я начинал свой эксперимент Я думал только о науке Я был одержим идеей И использовал Живого человека В своих целях Я не предполагал Чем это может обернуться И насколько Аня Станет мне близкой И как больно Будет её потерять Извините Спасибо Дорогие друзья Ну а мы с вами Продолжим Нашу церемонию награждения Поздравляю Отличная работа Очень нужная людям Аня Заслуженная награда Эх, засадить бы тебя Или хорошую моральную компенсацию выпить Прости меня Да в общем-то я тебе благодарна Даже не знаю Подарил ли ты мне новую жизнь Или забрал год моей Но опыт был хороший Ты правда помог мне разобраться в моей жизни Понять отношения с близкими Не случись бы всего этого Я бы многое не поняла И спасибо, что освободила от комплекса Возраста действительно не существует И ты это доказал Пусть и обманув меня Удачи тебе Аня Аня Как Костя Где-то на нестройной гитаре играет дождь По зеркальным аллеям Ты как будто целую вечность ко мне идешь Здесь гораздо теплее Сумерки сжимают залившие облака И не видно издалека То, что скрыто от нас пока Звезды бесконечно поверят на просторах лет Кто же их сосчитает Падая в ладони комета оставит след Словно нить золотая Спящие кареты застыли на красный свет Ветер гонит плачки газет Город мокрый асфальт одет Мою любовь тебе не измерить Временем и вселенной Открою у Насти все свои двери Для тебя непременно И бесконечный космос ответит нам Если верить в счастье И всем пожертвовать можно на свете Чтоб стать не твоею частью Стать не твоею частью Шумные соседи опять не дают уснуть Это дело привычки Кто-то через ночь пробивает свой млечный путь Уповая на спички Может быть и ты, потерявшись, спешишь ко мне Сквозь орбиты чужих планет И догонишь сомнений нет Где-то на ней скромной гитаре играет дождь По зеркальным аллеям Ты как будто целую вечность ко мне идешь Здесь гораздо теплее Сумерки сжимают завидшие облака И не видно издалека То, что скрыто от нас пока Мою любовь тебе не измерить Временем и вселенной Открою у Насти все свои двери Для тебя непременно И бесконечный космос ответит нам Если верить в счастье И всем пожертвовать можно на свете Чтоб стать мне твоею частью Стать мне твоею частью Мою любовь к тебе не измерить Открою у Насти все свои двери И бесконечный космос ответит нам Если верить в счастье И всем пожертвовать можно на свете Чтоб стать мне твоею частью Стать мне твоею частью Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok